Добрый вечер, в эфире Удомельские новости в студии Наталья Фролова. К очередному заседанию продолжают подготовку депутаты Удомельского района. 14 июня состоялось заседание постоянно действующей депутатской комиссии по социальной политике и правовому регулированию. В связи с отсутствием проекта решений первые два вопроса повестки дня, касающиеся деятельности финансового отдела администрации Удомельского района, были сняты с повестки дня. Затем по инициативе управления образования обсуждалось новое положение об аренде жилых помещений для работников муниципальных бюджетных учреждений Удомельского района. С учетом внесенных юристами поправок депутаты района рекомендовали собранию утвердить положение об аренде жилых помещений для работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений Удомельского района. Еще два вопроса повестки дня комиссии по социальной политике и правовому регулированию обсуждали совместно с отделом культуры, молодежи, спорта и туризма администрацию Удомельского района. В частности, предлагалось утвердить порядок расчета тарифов на услуги учреждений культуры Удомельского района, входящих в состав клубной системы района. Имеется в виду предоставление учреждениями культуры платных услуг, таких как проведение вечеров встреч и рандеву в районном доме культуры, новогодние праздники и детские утренники. Добавлю, что средства, полученные от платных услуг, идут на содержание помещений, на обновление материальной базы, на пошив костюмов и на ремонт учреждений культуры. На комиссии также обсуждался вопрос об оплате за содержание ребенка в Удомельской детской школе искусств. Дело в том, что раньше такое постановление принимала администрация района, но с вводом муниципального задания решение по оплате должен принимать законодательный орган. По данным отдела культуры, молодежи, спорта и туризма администрацию Удомельского района, оплата за обучение ребенка в детской школе искусств не поднималась у нас с 2009 года и сегодня остается одной из самых высоких в области. Своим решением члены комиссии рекомендовали собранию депутатов не поднимать оплату и рассмотреть данный вопрос на очередном заседании. 14 июня на доработку было отправлено положение о премии собрания депутатов, общественное признание и в этот же день депутаты района по ходатайству главы Молдинского сельского поселения решили присвоить звание почетных гражданин Удомельского района, заведующий Молдинским сельским краеведческим музеем Людмиле Евгеньевне Смирновой. Депутаты городского совета продолжают работу по внесению изменений в устав города. Уже прошло заседание, на котором приняли проект устава. Теперь по процедуре необходимо обсудить планируемые изменения на общественных слушаниях. К сожалению, удомельская общественность, мягко говоря, проигнорировала это мероприятие, но тем не менее слушания состоялись и депутаты еще раз проговорили планируемые изменения и высказали свои точки зрения. Наибольшего внимания удостоен вопрос избрания главы города и исполнения им своих обязанностей. Нынешний глава города Алексей Чернигин предложил прописать в уставе исполнение обязанностей главы города на непостоянной основе. Весь перечень изменений, внесенных в устав города, будет опубликован в удомельской газете, а 27 июня депутаты городского совета примут окончательное решение. На этой неделе стали известны результаты единого государственного экзамена по русскому языку, который состоялся 31 мая. Участниками экзамена стали 207 человек. Средний тестовый балл по русскому языку составил 63. Лучшие результаты показали 98 баллов Марина Рзаева, удомельская гимназия номер 3. 95 баллов Анастасия Ходюнова, удомельская средняя школа номер 5. По 92 балла набрали Анастасия Осенчик, пятая школа, и Наталья Миловидова, молдинская средняя образовательная школа. 90 баллов у Виктории Сиковой из удомельской гимназии номер 3. Минимальное количество баллов по русскому языку составило 36. Ниже минимального количества баллов, установленного Рособранадзором по русскому языку, у 7 участников ЕГЭ. Из них трое – это выпускники школ. Напомню, что результаты единого государственного экзамена по русскому языку влияют на получение аттестата. В случае, если выпускником не преодолен минимальный порог по русскому языку, пересдача экзамена по данному предмету состоится 20 июня, однако для этого должен быть преодолен минимальный порог ЕГЭ по математике, который является вторым обязательным предметом. Результат ЕГЭ по русскому языку также нужен при поступлении в УЗ или техникум на любую специальность. 10 июня в Удомле состоялся один из главных праздников – День города. В этом году праздник также был приурочен к государственному празднику – Дню России. Все подробности в следующем материале выпуска. Праздничные мероприятия, посвященные Дню города и Дню России, начались в Удомле в 11 часов спортивными мероприятиями. В это же время на бульваре проспекта Энергетиков и на улице Попова для маленьких жителей города стартовала праздничная программа. Силами коллективов Дома детского творчества, Дома ремесел и Центральной районной библиотеки для ребят были организованы различные конкурсы и игры. Также работало большое количество надувных аттракционов и каруселей. Свои работы представили мастера народного творчества. Ровно в полдень на главной площадке началось основное действие – торжественное открытие праздника. Свой номер любимому городу посвятил Народный вокальный ансамбль «Лада» городского центра досуга «Орфей». Затем у домельцев поздравили представители законодательной и исполнительной властей города и района. Дорогие друзья, в летописи, в исторических записях наш край упоминается уже 530 лет, даже больше, чем 530 лет назад. А нашему городу всего только 31 год. Но несмотря на это, нам есть чем гордиться. С момента своего возникновения наш город является самым передовым и самым динамично развивающимся городом Тверской области. За это время мы сумели построить атомный гигант, создали мощную социальную и коммунальную инфраструктуру. Наши школы такое дают образование, которое позволяет нашим выпускникам поступать и учиться в лучших вузах страны. У нас хорошие условия для физического и творческого развития личности. У нас есть современные спортивные комплексы и самые разнообразные учреждения культуры. Но самым главным богатством нашего города являются, конечно, люди. Вы, дорогие горожане, наш город сумел собрать, объединить такой человеческий потенциал. И мы имеем очень мощный ресурс развития. Сейчас вот уже кончаются пусковые, не пусковые даже, освоения мощности на 4-м энергоблоке. А это значит, что мы с вами все должны сосредоточиться на другой задаче. Мы должны создать новую основу для нашего динамичного роста. И я думаю, что у нас это, конечно, получится. У нас есть хорошие перспективы. И этому доказательство наша молодежь, которая очень талантлива. И самое главное, она целеустремленная. А как говорят, молодость и смелость берет города. Поэтому старшему поколению есть кому передать свой опыт, свои знания. Пусть наш город развивается на радость всем нам. А вам, дорогие граждане, я желаю крепкого здоровья, благополучия, мира и добра вашим домам. С праздником! Современное Удомля – это благоустроенное, динамично развивающее и комфортное для жизни город. И с года в год наращивает темпы. Наш родной город продолжает движение вперед. Растет число новостроек, появляются новые магазины и кафе, благоустраиваются улицы, зеленеют парки. С каждым годом облик города Удомля становится все современнее и привлекательнее. А сам город уютным и удобным. Лицо любого города определяет его жителям. Сегодня хочется сказать слова огромной благодарности тем, кто своим талантом, трудом, энергией внес неоценимый вклад в создание материального и интеллектуального потенциала города. Это прежде всего наши ветераны, трудовые коллективы предприятий, работники образования, здравоохранения, культуры, специалисты других отраслей городского хозяйства, предприниматели. Дорогие земляки, каждый из вас своим добросовестным трудом помогает нашему городу становиться более успешным и процветающим. Вашими руками закладывается его будущее. В этот замечательный день желаю всем Удомельцам беречь и упромножать все, что создано за долгие годы. Благополучия, оптимизма, крепкого здоровья, счастья и праздничного вам настроения. С праздником вас, дорогие земляки, с Днем города. И накануне Великого праздника, Днем России, поздравляю вас с этим замечательным праздником, который объединяет все народы нашей могучей России. И в заключение хотел бы сказать, именно 12 июня 1985 года первый энергоблок Калининской атомной станции вышел на проектную мощность 1 миллион киловатт. Поздравляю всех ветеранов, всех людей, которые приняли участие в этом знаменательном празднике. С праздником вас! От имени губернатора Тверской области Андрея Шевелева Удомельцев с Днем города поздравил заместитель министра по территориальным образованиям Тверской области Андрей Зайцев. Уважаемый Алексей Павлович, уважаемые жители города Удомли, примите мои искренние поздравления с Днем города. Удомлю по праву называют самым молодым, современным и динамично развивающимся городом Тверской области. Через два года исполнится 40 лет со дня начала строительства Калининской АЭС и 30 лет со дня пуска первого энергоблока. Благодаря труду многих удомельцев электроэнергии снабжаются сотни тысяч предприятий и социальных учреждений, домов жителей Центра России. Сегодня Удомли не стоит на месте, строятся дома, совершенствуется инфраструктура, открываются социальные, спортивные и культурные объекты. Но перед городом стоят еще более серьезные задачи. Используя промышленный, туристический и культурный потенциал, выйти на более высокие позиции в социально-экономическом развитии. Правительство Тверской области и в дальнейшем будет прилагать все усилия для достижения главной цели – улучшения жизни людей, процветания Верхневолжья. День города – это праздник, который объединяет всех, всех горожан в одну большую дружную семью. Нельзя не любить место, где живешь, учишься, работаешь, воспитываешь детей, с которым связываешь свою судьбу и будущее близких. Желаю вам успехов в работе на благо родной Удомли. Пусть ваш любимый город будет вечно молодым и цветущим. А жизнь в каждой семье наполнена добром, любовью, душевным теплом, радостью и надеждой на лучшее. С праздником! В качестве подарка от губернатора нашему городу был вручен сертификат на строительство детской площадки. В День города почетными грамотами и благодарностями губернатора Тверской области и Министерства по территориальным образованиям за многолетний добросовестный труд на благо любимого города, а также за высокие показатели в работе были награждены лучшие жители Удомли. После церемонии награждения горожане продолжили принимать поздравления в честь праздника. Администрация делает все для того, чтобы наша с вами жизнь в нашем родном доме, в городе Удомли, год от года была уютнее, краше, и чтобы нам здесь жилось с вами более комфортно. Наверное, вы заметили, что улицы нашего города, дворы, они становятся более ухоженными, более благоустроенными. Для нас, для администрации города очень важно, чтобы каждая семья, каждый житель города постоянно имел электрическую энергию в квартирах, имел тепло в квартирах, горячую и холодную воду, и мы все делаем для того, чтобы это было. Уважаемые друзья, в этом году, понимая, что основная задача администрации заключается в том, чтобы каждый житель города был обеспечен жильем, мы сдаем в эксплуатацию 40-квартирный дом. Кроме этого, в этом году будет порядка 30 квартир после ремонта, предоставленных жителям города. Мы участвуем в различных областных программах. Это предоставление выкуп квартир для многосемейных детей, семей для многодетных. Мы участвуем в программе «Софинансируем молодая семья». К концу года, я уверен, порядка 70 семей города Удобля получат квартиры и ключи от них, с чем я и поздравляю наших жителей. Уважаемые друзья, в нашем городе высокий научный потенциал, высокий образовательный потенциал, культурный потенциал. Мы проводим немалую работу для того, чтобы молодой город чувствовал заботу. У нас есть два прекрасных учреждения культуры. Это городской центр досуга «Орфей», который располагается в СОИ, и прекрасный дом ремесел, где занимается порядка полутора тысяч в основном детей и подростков. Мы пытаемся и сделаем обязательно порядке, приведем до ума городской молодежный центр «Звездный». Там уже сегодня занимается 24 различных коллектива, 24 направления. То есть администрация города будет делать все для того, чтобы вы, горожане, наши, собственно, друзья, наши лучшие люди, делали наш любимый город лучшим городом в Тверской области. С праздником вас! Удачи! Всего доброго! Этот праздник дорог всем, кто живет и трудится на благословенной удомерской земле. Наш город имеет очень богатую традицию, и всегда с этими местами были связаны люди очень известные, писатели, художники, подвижники, путешественники. Но сегодняшнее основное достояние нашего города – это, конечно же, наши жители. Могущество государства складывается из успехов отдельно взятых людей, населенных пунктов, городов, сельских поселений. И от того, насколько мы найдем правильные решения для развития нашего города, будет зависеть в том числе не только благополучие жителей Удомли, но и России в целом. От всей души желаю вам здоровья, счастья, удачи, благополучия и процветания. С праздником, дорогие земляки! Ура! Церемония открытия дня города продолжилась с шествием празднично украшенных колясок. Бэби-парад – это еще одна хорошая традиция нашего города. По инициативе Дома ремесел он проводится уже в четвертый раз. И в этом году у бэби-парада появился свой символ – большое красивое солнышко. На главной площадке праздника появились маленькие жители Удомли – славное будущее нашего города. Большинство из них приехали в колясках, а некоторые уже пришли пешком. В четвертом бэби-параде приняли участие 8 семей, и у каждой был свой неповторимый образ. Так семья Воронинах предстала в образе паровозик. Образ семьи Заузелковых назывался Чебурашкой компания. Кстати, всю церемонию маленькая Чебурашка по имени Аленка мирно спала в апельсинах и ни о чем не догадывалась. Семья Кольцовых была одета в образ чертят. Образ семьи Котлеровых назывался Русалочка Риэль и Тритон. В образе Тома и Джерри предстала семья Цеменко. Семья Александровых участвовала в бэби-параде в образе Кораблика. На праздник также прилетели забавные пчелки. Их образ примерила семья Воронинах, в том числе и двухмесячная Полина. Постоянные участники бэби-парада семья Ивановых в этот раз выступили в образе Кузнец, Жнец и Надудей-Грец. Жюре предстояла непростая задача – из всего этого великолепия определить победителей. Итак, третье место разделили между собой семьи Котлеровых и Воронинах. На втором месте также две семьи – Кольцовы и Ивановы. А победителем бэби-парада 2012 стала семья Заузелковых. Кстати, в этом году каждая семья получила подарки и призы от спонсоров. День города продолжился выступлением солистов городского центра досуга и творческих коллективов города. Подарком у домельцам также стало выступление группы «Нана». После небольшой рекламы – новости спорта и прогноз погоды. А теперь к новостям спорта. По традиции в День города и День молодежи наряду с культурными мероприятиями проводились и спортивные соревнования. На стадионе четвертой школы состоялись состязания для всех любителей спорта. Дню города и района посвящался турнир по мини-футболу, в котором приняли участие шесть команд. Соревнования впервые проводились на уже полюбившейся всеми футболистами площадке с искусственным покрытием. На поле вышли любительские команды и профессионалы. В результате сыгранных матчей первое место завоевали футболисты команды «Удомля-Сити». Второй результат у команды «Молния» и на почетном третьем месте футболисты детско-юношеской спортивной школы. В пляжном волейболе участвовало на этот раз только три команды. Все они назывались по фамилиям своих капитанов. В итоге наибольшее количество очков набрала команда «Торопов». Им немного уступили волейболисты команды «Дороженко». Тройку лидеров замкнула команда «Щеголев». Свои победы любимому городу посвятили и гиревики. В соревнованиях приняли участие девять сильнейших спортсменов «Удомля». В весовой категории до 70 килограммов победителем соревнований стал знаменитый удомельский спортсмен Андрей Плотников. Александр Семенов завоевал первое место в весовой категории до 90 килограммов. Гордость удомельского гиревого спорта Юрий Льин показал лучший результат среди гиревиков в весовой категории свыше 90 килограммов. 10 июня в Твери состоялся 28-й областной марафон за Волжье. Соревнования собрали сильнейших спортсменов Тверского региона, Московской и Смоленской областей. Среди девушек на дистанции 3 километра третьей к финишу пришла воспитанница нашей детско-юношеской спортивной школы Оксана Шимко. У юношей на этой дистанции победителем марафона стал знаменитый удомельский спортсмен Максим Федоров. На дистанции 15 километров среди юношей старшего возраста лучшее время на финише показал выпускник детско-юношеской спортивной школы Константин Белик. Среди ветеранов на марафонской дистанции 15 километров убедительную победу одержал наш Эдуард Михеев. Кроме этого, в абсолютном первенстве на чемпионате области в беге по шоссе, который проводился параллельно с марафоном, Эдуард завоевал бронзовую медаль. И этой информацией я завершаю выпуск. Мы продолжаем следить за спортивной жизнью города и района. До свидания.